Дай почитать. Не развита культура профилактических осмотров один раз в шесть месяцев. А в России тянут с походом к стоматологу до последнего. Терпеть боль, горстями пить таблетки, бежать к первому попавшемуся врачу, а потом месяцами жаловаться на гигантский счет и плохое обслуживание. Цель книги «Злые зубы» – помочь людям, далеким от медицины, разобраться, как все устроено в стоматологическом деле. А еще о том, что стоматологи – не ремесленники, и их работа не только запломбировать зуб, но и заботиться о здоровье полости рта. В книге 11 глав, из названия которых абсолютно понятно, о чем идет речь, профилактика, кариес и его лечение, пульпит, периодонтит, протезирование, хирургия, а еще есть словарик и рекомендации, что нужно делать для того, чтобы зубы были здоровыми. К безусловным плюсам можно отнести доверительный, простой, доходчивый язык. Все, что заявлено в аннотации, раскрыто – и чистка зубов, и принцип работы ирригатора, и чем отличается терапевт-стоматолог от ортопеда-хирурга, челюстного лицевого хирурга, хирурга-имплантолога. А еще какие виды вкладки бывают, что такое мастовидный протез, прицельный снимок и, простите, эндодонтия. Очень познавательно, но совсем не психоделически, даже наоборот, как-то волнительно и нервозно. Книга снабжена забавными мемами зубов и рентгеновскими снимками, видимо, для убедительности. Автор пытается доказать бескорыстность и финансовую незаинтересованность стоматологов. Хочется верить в лучшее в человеке. Но в целом книга не утешила, особо не просветила и не убедила в том, как перестать бояться стоматолога и начать жить. Ноль плюс. Это и другие научно-популярные книги предоставлены информационным центром по атомной энергии города Кира. Центр занимается популяризацией науки, инноваций, развитием экологического мышления и культуры. Все мероприятия центра бесплатны. Узнать о них можно в группе ВКонтакте и Цая Кирова.